Победа в Великой Отечественной войне была бы невозможной без непосильного вклада тружеников тыла. Благодаря огромным усилиям оставшегося населения, в первую очередь женщин, которые осваивали трактора и комбайны, выращивали скот, работали на заводах и фабриках, фронт и рабочее население получало необходимое продовольствие. Благодарность за огромный труд, Великая Победа, которую они заслужили наравне с теми, кто воевал на полях сражений. Галина Андреевна Сагайдачная, ветеран труда, вдова ветерана Великой Отечественной войны, этот День Победы она встречает в новой квартире. И, как сама говорит, не обижена вниманием со стороны властей всех уровней. В гостях у ветерана побывала Татьяна Швец. 1941-1942 годы были самыми тяжелыми, вспоминает Галина Андреевна. Будучи девятиклассницей, она училась третью смену и работала в госпитале, который размещался в школе. Приходилось не только помогать санитаркам, но даже сдавать кровь для раненых. Днем мы ходили в госпиталь, вот эти старшеклассники помогали, там, ну, санитарки были, мы им помогали, там, этим. Вот там я первый раз сдала кровь. В общем, меня положили, положили парня молодого, и прямо от меня брали ему кровь. Вот я сдала там 300 грамм крови первый раз, была донором. И вот этому парню даже мне фамилию назвали, имя назвали этого парня, Василевич Иван. Жив он или нет, не знаю. А потом Галина Андреевна была направлена в эвакуированный детский дом в Краснодарский край, где с 43-го и по 48-й год работала воспитателем. Была секретарем комсомольской организации, вместе с остальными колхозниками работала в поле. Там же в Александровке она узнала о победе. К нам приехал представитель из района, и вот он нам сказал, мы уже узнали где-то после обеда, ой, там, что творилось, плакали все. Да. Вместе с воспоминаниями нахлынули и слезы, и их сдержать очень трудно. Ведь с рассказами о военном времени всплывают и дорогие сердцу воспоминания о человеке, с которым они прожили больше 40 лет. Георгий Карпович Сагайдачный прошел всю войну. Получил несколько ранений, был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Вместе с наградами о том страшном времени, всю жизнь до последнего дня ему напоминали и незаживающие раны. Но сегодня о Галине Андреевне, кстати, она еще и обладатель медали материнства второй степени, есть кому позаботиться. Дети их в семье Сагайдачных 5, 13 внуков и 17 правнуков. Не оставляют без внимания ветеранов сегодня и власти всех уровней. Спасибо государству, конечно, спасибо. Потому что, вот, знаете, сейчас у меня никаких проблем нет. Тут живи, да, живи. Пенсия хорошая. Всякие... У меня льгот очень много, так как я на севере столько проработала. И так как я во время войны работала все время, как труженик тыла, я имею много льгот. Нам все время помогает государство. И, знаете, все хорошо. Хорошо. Вот только подводит здоровье, добавляет ветеран. На митинг и празднование Дня Победы она не ходит уже несколько лет. За всеми городскими мероприятиями с недавнего времени Галина Андреевна теперь наблюдает из окна своей новой квартиры. Татьяна Швец, Александр Чирва, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова